Размышляя сегодняшнюю текст Евангелия, особенно когда мы слышим сводки с линии фронта, что там не все так нам хотелось бы. Сдаются города, отступают от нашей крови. И очень много появилось таких диванов, стратегов военных, которые начинают осуждать, начинают советоваться, обмениваться с линиями. С дивана воевать очень просто и очень тяжело быть там, где временем взрыва, разрываются жилые дома, гибнут люди и льется реальный человеческий хор. Вот сегодня я хочу обратить ваше внимание на слова Иисуса Христа, которые Он говорил каждому из нас. Кто хочет идти за мной, подвергнись с себя и возьми крест свой. Слышите, нечего нам смотреть на кресты начальников, воины начальников, воюющих, проигрывающих, политиков и чиновников. И так научились сегодня судать. А нести свой крест мы еще не научились. И вот задача каждого из нас в эти непростые дни понести крест свой, у тебя своих. Замон мало, потому что у тебя все в семье как надо, в отношении с людьми, в твоем внутреннем дни и все как надо. Ты никого не осуждаешь, никого не досаждаешь, не гневаешься, не отражаешься. Разве в твоей душе это введет в порядок, чтобы заглядывать еще в другие души и тем самым усугублять положение, как в дыру, так и на фронте. Вместо того, чтобы воздобуть и помолиться о тех, кому сегодня трудно, мы начинаем кого-то осуждать, а кого-то превосносить, а забываем о молитве. Господь, дай мне мои предыдущие и не осуждать раду. Бог видит все. Бог никуда не отвернулся и все, что происходит вокруг нас, происходит исключительно в моем воле. Но Христос украшается сегодня в каждом из нас. Свой крест возьми, на него посмотри. В огнемой тяжести ты уже клонишься и вот-вот упадешь. Куда ты веришь, что себе ищут кресты других людей? Но мало того взять свои скорби, болезни, недуги, отношения со своими родными и близкими, с врагами и близкими нашими, здесь же, когда-то далеко уходить. Сколько здесь рядом с нами, желаю вам доброго, а настолько и выносит от сердца, обиду жительниц. Кто-то болеет, кто-то ухаживается во двери, родственники, и это все наш крест с вами. Кто-то обременно, постоянно, кто-то зарабатывает на хлеб послушный, а кто-то, не знаю, как танцы с концами спустим. А мы все куда-то вокруг нас, зато внешний крест смотрим. Помоги нам, Господи, пронести свой, но пронести не может его, только в этом случае, если пойдем за крестом. Как сказал сам Господь, идите за мной. Кто не возьмет креста, кто не последует за мной, тот и не достоинник. Ибо кто хочет душу свою, с ней есть, продолжает наш спасение. Тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою, ради меня и Евангелия, тот и не успережет ее. Толкование святых отцов относительно души есть однозначно. Оно понимается как жизнь. А значит, мы можем почитать следующий помысл. Ибо кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет жизнь свою, ради меня и Евангелия, тот и не успережет ее. Господи, надо здесь понять. Неужели я должен себя лишить жизнью и потерять? Как это понять? Нет. У святителя Николая есть хорошее подкование на Донецке. Он хорошо сказал, что кто пытается сберечь свою земную жизнь, тот потеряет две жизни. И жизнь в древней, и жизнь в вечной. А кто потеряет эту жизнь ради Христа и ради Евангелия. То есть подчинить свою жизнь Евангелию. Подчинить свою жизнь, работать Господи со страхом и радоваться всяким устребетом. Тот сбережет ее, тот спасет душу от смерти, и ему будут прощены множество грехов. И так, кто пытается зацепиться за эту временную жизнь, спасти себя здесь, ни у кого из нас, как и у всех предшественных, живущих до нас во Вселенной, это не удалось. И никто с собой в могилу не взял ни славы, ни богатства, ни денег, ни определенных домов, блага, удовольствия, чувственных наслаждений. Никто с собой в могилу не взял. Кто собирал все только на земле, подкупил свою душу, свою жизнь. Вот потому Христос и говорил, кто хочет, слышите, многие не хотят. Многие слышать не хотят. Казалось бы, есть такая русская проговорка, пока гроб не грядет, но жизнь не будет лезть. А у нас такой гроб дырнет. Там дырнет, что он говорит, до нас налетает. А у нас мало того, кто грезет. Сколько людей спит и просыпаться не хочет, и думает, что все это пройдет, это над долгим раненцем, где насилием. И то, что присоединили территорию и в России, это еще большее степень ответственного насилия. Все это уже наше, не будет. А все происходит по старому. Больше нужно и нашим чиновникам по-другому посмотреть на происходящие сомнения. Как раз по вниманию, и в других территориях, там, где уже казалось бы, все было решено, а все было решено. Поэтому, дорогие братья и сестры, не отсюда помолиться. Сегодня мы читали новое молитвовство, обратили внимание, в том, чтобы Господь вразумил тех, которые доходят за силу Моя, во власти. В том числе и вооруженные силы наши, чтобы меч было жертвами, чтобы наши мальчишни, наши ребят. Наши туманцы, которые погибают, реально погибают и уйдили. Но мы вправе не осуждать те временные. Вот тот, кто пошел в душу свою, положил за грудь своя, он отдал свою, вы помните, душу в жизни, за своих друзей. И Бог его спасает. От того чиновника, который дал ему приказ, иди туда, где он точно должен погибнуть, спросит на первое число, вы не сомневаетесь, вы не осуждаете его. Понимаете, а вот как, почему это тот, кто ранее Христа пошел защищать Родину, тот, кто ранее Евангелия пошел умирать, отдавать душу свою за своих родных, за мысли, за недели, за сильные плаковочки, чтобы он был причастен. И погибает его, он человек ранее, он отдает свою жизнь, свою душу за свои улицы, за свою родину, за свою семью, за свои идеи. И тут он свою награду получил. Поэтому Христос говорит, а кто потеряет душу свою, слышит, когда же говорит, что с этой жизнью, с этой рандашом, ради меня, за имя Христова, за велопопославное, за Евангелие, за Евангелие, за Евангелие. И вот здесь интересный вопрос, почему Христос говорит, ради меня, не Евангелие? Разве не достаточно для нас сказать, ради меня, Господи, все, достаточно? А ты говоришь, что это ради Евангелия? И здесь очень важный момент, который мне хотелось бы, дорогие братья и сестры, сегодня, ваше внимание на Его противника. Христос говорит не только о себе, Он говорит о Своем Дворе, о Своем Дворе, о Своем Слове. Что если ты не только за Христос, но за каждое слово, вы слышите? За каждое слово, сказанное в законе, за любую притчу, за любую цитату пострадаешь, то ты принесешь свою душу в искупление своих грехов, в защиту закона, который написал законодатель. Если кто поможет жизнь свою, за законодатель, спасет душу в смерти. И если кто поможет душу в смерти. За любое слово из этой книги, за закон, который оставил вам законодатель Христос, он тоже спасает свою душу для вечности. Поэтому читайте учащие святого слова, выучивайте на Иисусе. И если кто-то вам сказал обратное, заступайте за слово, сказанное законодательным в законе Господнем. Ибо в законе Господнем воле человека, который получает, как писал Царственное Доверное, день и ночь. И такого человека, который получает, как он в законе Царственное Доверное, задает вложение. Вложение, женики на садянке чувствит, наседающую грешку беседе. Но в законе Господне воле его, и в законе ему получает свою жизнь. Ибо какая польза для человеку, которому и Христос, если он укрепляет весь мир, обушествует. Действительно, что мы можем забрать? Какая польза для всех, что все сложишь в шкафы, в домах. Я ничего не соберешь, ничего не соберешь. Какая польза? Или какой бы у нас, я даю за то, что стоит. Смотрите, Христос несколько раз, когда обушествует. И больше того, мы вам не говорили, не ищите того, что есть, что пить и во что отец, и во все это вы ищите из личных. А вы ищите прежде Царствия Божия и правды Его. И все остальное это не может быть слава. Потому что душа должна быть первым действием. Доверясь, как и с ними. Почему человек, понимая, что нельзя защищать свою родину, не полагает, что он спасает, если, конечно, не остудает любви, и исполняет свой, конец, гражданский долг, или долг семьянинов, или долг жены, долг рабочих, долг человека, которого Бог вызвал, если потерял детей этой вечной жизни, исполняет достойно. Со страхами наших, если Бог не говорит, убежит. И во кто постыдится, меня не принесло, сказал Христос, вроде сего, прерыводельно, грешно. Вы слышите, по-моему, Владимир Владимирович? Ну, что, мой Господин? Садомины, булыбники и развранники, и усов кляшу, веселятся, и все с наших правдов никак сойти не смогут. Ну, как же так? Кто гуляет, как в нашей церкви, не смеет? Кто нас нагрузил в эту смех, а панораму, про разврат, мы разделим женщин, в этих шоу, в этих смех, отклонных программах? Кто это делает? А мы субъявляемся. А Господь говорит, даже не обращайте на то внимание, потому что этот род, как бы, он прилипнет поднимать. Но вот если вы посредите своих слов, это вроде того, посредите и Сын Человеческий, который придет с вами в Царстве, который состоит в Римах, и последний столь, который сегодня, в церкви, даже в нашем внимании, сказано в Римах, истинно говорю вам, если вы были стоящие здесь, которые нарушат смерть, то тоже будет Царство Божие, пришедшие в силу. А это, Господь, и говоришь, что мы не почувствуемся, которые стоят здесь. Эти слова в Римах, и 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 в Римах. И в Римах, и в Римах, и в Римах, и в Римах. Высиданного по страданию, распятого и воскресшего хранилища с ними. Вот с чем это было неважно, Господь предложил нам за божественными трудами. Мне хотелось бы, дорогие братья и сестры, еще раз подытожить и сказать всем, как важно, чтобы каждый из нас сегодня не осуждал, но чаще молился. Просматривая ленту новостей, мы только раздражаемся, мы приходим в ярость, мы приходим в гнев, в церквение. Откройте часть этого. Поверьте, это успокоит душу и даст вашим сердцам мир. Потому что Христос пришел в хрисский мир. Он так и сказал, мир пришел в хрисский мир. Мир мой даю вам, не так, как мир даю вам. Потому что дела мира, мы с вами знаем, зубов, плоди, дочери, дожди, и дочери, и мир проходит, и Бог, и Его. А живущий по воле Господне жить будет в обеду. Мир этот проходит, он пройдет, и мир сгорит весь. Уже ли мы не знаем, что есть финал? Соберяю, вот он будет жить по воле Господне, а заполю должен исполнять законодательское законодатель, поучаствовать и в силе в том смысле, тот никогда не проиграет, тот только победит. Я желаю вам победы. А победа, победившая мир, вера в нашу. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...